МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На персональную ответственность за развитие конкуренции. Итоги посевной. Аграрии республики готовятся к интервенционным закупкам. Планы правительства страны о переводе к 2020 году. 85% телекоммуникационного оборудования на отечественное производство открывают дополнительные возможности для компаний из Башкирии. На сегодня 90% такого оборудования импортное. В правительстве страны имеется проект дорожной карты по импортозамещению телекоммуникационного оборудования в России на 2016-2020 годы. Сейчас ситуация на рынке оценивается как зависимая от зарубежных производителей. Более того, в Кабмине считают, что это угроза государственной безопасности. К 2020 году по плану должно появиться 12 тысяч единиц отечественной техники, а объем ее экспорта увеличат почти в два раза – с 6 до 11 миллиардов долларов. Участники рынка отмечают, что это вполне реально, если будут приняты меры стимулирования отрасли вроде налоговых преференций. Немножко поработать придется кадры, в основном, конечно, кадры. Нужно готовить рабочих, нужно немножко переоснащать наши существующие, даже вот уфимские заводы, у нас же есть радиоэлектронный кластер, куда входит ряд предприятий. Они готовы производить. Ну, может быть, не так быстро мы можем нарастить объемы производства, но, тем не менее, при разумных затратах, разумных вложениях можно поднять объем производства в десятки раз. Центробанк отказался от концепции территориальной привязки региональных банков. Вместо этого для них будут действовать ограничения по видам деятельности. Об этом заявил зампред мегарегулятор Михаил Сухов. Сейчас обсуждается концепция перехода от системы административного запрета на работу в соседнем регионе к системе ограничений. Разрешенной деятельностью будет аккредитование малого и среднего бизнеса, физлиц, возможно, некоторые другие виды простых банковских операций. Все это должно быть ориентировано на повышение доступности банковских услуг. Таким образом, более 100 кредитных организаций объединят в новую категорию. Предполагается, что соответствующие законопроекты вступят в силу с 1 января 2018 года. Центробанк также предлагает ввести для этих банков ограничение пользоваться упрощенной системой регулирования, если их капитал свыше 3 миллиардов рублей. В первой версии законопроекта ЦБ о региональных банках к этой категории относили кредитные организации с активами до 7 миллиардов и капиталом до 1 миллиарда рублей. При этом им разрешалось работать только в регионе регистрации и соседних с ним, проводить международные операции и работать с валютой. Аграрии республики собрали урожай зерна в объеме 3 миллиона 316 тысяч тонн. С учетом кукурузы и оставшихся неубранных площадей, валовой сбор приблизится к цифре в 3 миллиона 350 тысяч тонн. На сегодня аграриев волнует вопрос реализации урожая и ценовая политика. Ожидается, что в конце сентября и начале октября в республике стартуют зерновые интервенции. 8 элеваторов уже заключили договора на охранение урожая интервенционного фонда. Мы ориентируем вас, во-первых, на реализацию зерна в интервенционный фонд, и во-вторых, на прямое заключение договоров непосредственно с крупными потребителями, такими как группы компаний «Таврос», «Благоварский» СГЦ, «Можито-Гафури», «Русское зерно» и другие наши республиканские переработчики и переработчики других регионов. Из-за низкой цены на зерно сегодня пока выгодно привлекать кредиты на растеневодство, которые субсидируются. Как отмечает руководство Минсельхоза Республики, у аграриев региона есть резервы увеличения волового сбора зерна уже в следующем году за счет повышения урожайности, внедрения интенсивных технологий, а также ввода в оборот неиспользуемых пашин, которых насчитывается около 200 тысяч гектаров. В оборот их планируется ввести за счет инвесторов и укропнения существующих хозяйств. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. И доллар, и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 40 копеек, до 63 рублей 97 копеек. Европейская подешевела на 35 копеек и оценивается в 72 рубля 4 копейки. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка и продажа доллара в банке Финам за 64 рубля ровно и 64,33 соответственно. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Башком Снаббанке, Банке Финам, Промтрансбанке, Уралкапиталбанке, Тимербанке за 72 рубля. По продаже в Банке Финам за 72,45. За главами Министерств культуры и экономического развития Башкирии закрепили персональную ответственность за плановые показатели. Речь о невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, в том числе касаемых развития конкуренции. Согласно постановлению, подписанному главой республики Рустамом Хамитовым, ответственность последует в установленном порядке. Так, глава Минкульта Амина Шафикова обязана обеспечить реализацию мер по развитию конкуренции, а министр экономического развития Сергей Новиков обеспечивать развитие конкуренции на основе стандарта, разработанного правительством России для регионов. Сегодня в отеле «Шаратон» открылась экспо международного уфимского марафона. Здесь участники могут пройти регистрацию на дистанцию 3, 10, 21 и 42 километра, получить футболки, личную систему хронометража и другие атрибуты забега. Экспо работает сегодня до 20 часов вечера, а завтра в субботу с 10 утра до 18 часов вечера. Подробности в вечерних выпусках новостей. Я на вождях пока все. Я передаю слово московским коллегам. Субтитры создавал DimaTorzok